И в продолжении темы. Региональное управление Центробанка выступило с разъяснениями касаемо кредитных каникул для мобилизованных граждан. Регулятор отмечает, что сделано все, чтобы упростить процедуру, а кроме того проработан алгоритм действия призывников на случай отказа. Как известно, на прошлой неделе президент Владимир Путин своим указом узаконил кредитные каникулы для мобилизованных граждан. Однако тут же встал вопрос, как они смогут отнести заявление, ведь все уже либо находятся на сборах или в зоне специальной военной операции. В этой связи в Центробанке отмечают, соответствующие бумаги не обязательно нести лично. Требования о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе и в простой письменной форме. Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены другими лицами. Доверенность, кстати, для этого совсем не требуется. Перечень всех необходимых документов приведен в информационном письме Банка России. Кредиторы получили с СБ еще рекомендации не запрашивать подтверждающие документы при наличии косвенных свидетельств того, что гражданин имеет право на отсрочку по выплатам. Например, если банк видит, что на счет военнослужащего поступают соответствующие суммы. Особое разъяснение регулятор сделал насчет сроков, а также случаев отказа. Кредитор рассмотрит ваши требования в течение 10 дней, а затем должен вас уведомить, что вам представлены кредитные каникулы, либо сообщить об отказе. Если вы не получили в течение 15 дней подтверждение об отказе, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. При этом в случае отказа в кредитных каникулах можно подать жалобу через сайт Банка России. Правда, как нам рассказали в региональном отделении ЦБ, пока таких случаев в Верхней Волжье не зафиксировано.